Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол это Жизнь и мы продолжаем нашу карьеру за лондонской Челси. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что же, у нас идет небольшое переформатирование наших карьер на канале. В итоге теперь за один выпуск мы будем отыгрывать не 4 матча, а полноценный месяц. То есть понятно, сейчас мы отыграем вот этот матч последний в октябре против Ньюкасла, но и отыграем еще полностью весь месяц ноябрь, чтобы к одному времени состыковать все наши карьеры. Поэтому сегодня у нас интересный матч и против Лестера, и против Ювентуса, и против Манчестера Юнайтеда. Так что будет интересно действительно посмотреть, что у нас выйдет. Так, до этого мы играли сейчас с Арсеналом в кубке, поэтому я не знаю, как будет готов мой состав. Тем более у нас там еще и Лига Чемпионов будет против Мальмо дальше. Но Ньюкасл идет на 14-й строчке. У меня готово в принципе два состава. Давайте я рискну и выпущу против Ньюкасла второй состав, но в Лиге Чемпионов мы отыграем первым. Поэтому вот такой состав у меня выходит. Ньюкасл против Челси. Поехали. Ну что же, в реальной жизни Ньюкасл после покупки всех там прав вроде шейхами. Теперь к ним состав перешел, если я не ошибаюсь, а я могу конечно ошибаться. Вуд, Крис Вуд за 30 миллионов. Вроде самая дорогая сделка сейчас из самых дорогих. За вот январь трансферное окно вот именно. Представляете, 30 миллионов потратили на Криса Вуда. Тоже дорогая сделка. Вот Ихлас Бибу. Неплохо себя. Показывает английская премьер-лиги. Ну что же, Ньюкасл против Челси. Поехали. Выдвигался. И вот такая еще передача от Вернера. Мейсон Маунт. Подача. Но... Ой-ой-ой. Все пролетают, но забивает Пулишич. Вот так вот боковыми ножницами. Но у нашего левого вингера получилось забить. Абсолютно все пролетели. Дубравка не контролировал этот момент. Так же, как не контролировали защитники, которые должны были оставаться в роли последнего игрока на линии ворот. Чтобы заблокировать. Ну вот пролетел один. Второй. Здесь просто уже... Пулишич мог еще и попасть в защитника под третьим номером. В итоге он все замечательно сделал. Через себя. Рикошетом от газона. И Пулишич забивает четвертый уже свой мяч в пятом матче АПЛ. И неплохо. Какая здесь и Сауль. На подборе Джеймс. Кристиан Пулишич. И можно делать дубль. Да. Все-таки получилось. Давил. Давил не указал во втором тайме. В итоге учился. Не было явных моментов во втором тайме. Но получилось. Вот один явный такой момент. Хороший. До удара прям дошло дело. И в итоге Пулишич забивает дубль. В итоге все. Финальный свисток. Уверенная выездная победа. Но так бы я не сказал. Сейчас посмотрим, что там по XG. Главное, что победили. Дубль забил Кристиан Пулишич. Парень тоже хорошо себя показывает в АПЛ. Пять матчей. Пять забитых мячей. Мы наиграли, кстати, на четыре мяча. Не указал. Даже на один не наиграл. Поэтому, в принципе, если по XG смотреть, то мы должны были выигрывать даже крупнее. Но что есть, то есть. Ну и лучшим игроком признан Пулишич. Два мяча он забил. И Кепа, кстати, стал вторым игроком по рейтингу в Челси. Потому что, ну, в принципе, один удар, один в створ и один сейв сделал Кепа. Но такие сейвы он тоже как бы выполнял. То есть подборы мяча. Но ни один игрок не получил оценку ниже шестерки. Итак, у нас ежемесячный отчет о молодежном составе. Здесь у нас Марвин Ван Дайк. Пока что оно еще держится. Плюс два к рейтингу он уже сделал. Но все так же у него потенциал 91. Поэтому пока что держим. Давайте организуем работу скаутов. Поздно, конечно, уже спохватились. Но все равно. Многие писали, чтобы делал это. Поэтому давайте прям на 9 месяцев. И попробуем нападающего какого-нибудь английского найти нам. Так, нам приходят сообщения. Во-первых, это предложение по Капитану, чтобы Канте был. Во-вторых, от Чилова он хочет сыграть. Но он, естественно, будет играть. Потому что я выпущу первый состав. У нас сейчас проблемы в Лиге Чемпионов. Мы идем на третьем месте. Вот если сейчас обыграем Мальмо дома, то догоним их, сравняемся с ними. Ну а там уже вочины встречи против Ювентуса. Сегодня желательно тоже Ювентус обыгрывать. Итак, прошлый матч показал, что Мальмо сильнее вашей команды. Мы сделаем все возможное, как всегда. Нет ли у команды элемента недооценки соперника? Ведь Челс считается гораздо более сильной командой. Не стоит недооценивать соперника. Будем вот так говорить. Хоть и настрой понизился. Но это действительно так. Так, и мы находимся, оказывается, в прекрасной форме. Нам говорят, поэтому будем продолжать играть так же. Так, что у нас по бомбардирам? У нас Тима Вернер. Три забитых мяча на шестом месте идет. На первом Серхио Агуэра и Дуан Запатов. Четыре мяча. Но если Вернера я выпущу сегодня на замену, и может быть, если он забьет, тогда, может быть, он и выйдет на первое место. Но пока что в старте будет Лукаку. Формы немножечко поменяем. У них вообще нету таких хороших, поэтому давайте они будут в выездной. Вот так. И нам тогда уже надо сейчас поменять. Не знаю, может там дополнительный, но нет. Давайте мы уже в желтый отыграем. Вот как-то так. Хотя бы, чтобы не сливались. Челси против Мальмо. Поехали. Итак, Челси против Мальмо. Лига чемпионов. Четвертый тур. Челси идет низко для себя, если так можно сказать. Всего лишь одна победа. И то надо в Виктории Пельзень. Я не помню. Мы вроде сыграли в ничью с Ювентусом, но потеряли вот очки с Мальмо. Поэтому ни в коем случае нам нельзя сейчас проигрывать снова. Этой команде. Поэтому, надеюсь, при домашних трибунах мы обыграем и сравняемся с Мальмо. Они сейчас идут на первом месте в нашей группе. Ну все. Лукако усадил уже мой Сандера. И можно забивать. И можно забивать Лукако 1-0. Девятая минута. Вот так вот. Мы показываем, что наш первый состав еще может всем показать. Надеюсь, сегодня и Манчестер Юнайтед обыграем. И Лестер, и Ювентус. Очень хороший здесь был гол. Жоржиньо выиграет вверх. И Лукако уже отдает голевую передачу на Хаверца. Зиеш. И это 2-0. Вот так вот. Вот так бы уверенно надо было играть в Швеции против Мальмо. Аккуратно через Жоржиньо. Тут снова на Лукако. Мощно. Здесь можно и слева, и прям под леву ему. И это 3-0. Это 3-0. Это дубль. Ромелу Лукако. И все. То есть мы сейчас, если... Там вряд ли, конечно, но если Ювентус теряет очки, желательно проигрывает Викторию Пельзень, то мы выходим на первое место. Лукако отлично проходит. Перекладывает на рабочую, и это хэт-трик. За 36 минут Ромелу Лукако забивает хэт-трик. В стиле Крещану Роналду вот так вот празднует. И в итоге, я не знаю, сколько у него, в принципе, забитых мячей сейчас. Но это мы сейчас узнаем. Нет, нам не показали. Но мне кажется, что у него больше уже трех мячей в Лиге Чемпионов. Поэтому он, скорее всего, обгоняет Тима Вернера. Итак, Хаверц. Неплохо. И на Ромелу Лукако. Ромелу Лукако не постеснялся сейчас отдать голевую передачу на Зиеш. Хотя мог забивать сам и забить хэт-трик. В итоге 5-0. Зиеш тоже забивает дубль. В принципе, все замечательно. А, у Лукако же уже, да, хэт-трик. Я и забыл это. 5-0 Челси отомстил Мальмо за предыдущий матч. Лукако забил хэт-трик. Отдал еще и голевую. Одну уж точно на Зиеша. Не знаю. Нет, вторую. Вроде первую, точнее, на Зиеша отдал. Вроде либо Кай Хаверц. Сейчас посмотрим, в принципе. Сначала на рейтинг. Да, Хаверц голевой. Лукако стал игроком матча. У него 3-1 у Зиеша. 2-1-2 голевую отдал еще Жоржинио. Ну и, в принципе, почти все отыграли на оценку выше семерки, кроме Хименоса. У него оценка 69. Я его, в принципе-то, и не видел на поле. Некоторые такие вот моменты, там, перепасовки у него были. В итоге мы наиграли. На 4 мяча, но забили 5. У Мальмо даже нету ИГ на 1 забитый мяч. Так, у нас сообщение с игроком. Чилл благодарит нас за то, что мы его выпустили. Ну, его игра действительно вдохновляет. Неплохие моменты у него были в матче против Мальмо. Сейчас у нас положение такое в АПЛ. На 3 очка мы отстаем до МЮ. И на 3 очка лидируем над третьим местом. Так, ну, против Бернеля мы, скорее всего, выйдем вторым составом. Поэтому пусть первый тренируется, там, отдыхает, восстанавливается. Так, и Пулишич призван, кстати, игроком месяца в октябре. Вот тогда. Итак, игроки у нас отправляются в сборную. Маунт в Англию, Лукаку в Бельгию, Сауль в Испанию, Пулишич в США и Кристенсен в сборную Дании. Маловато, конечно, у нас сборников, но вот как-то так. Этим составом мы выходим против Бернеля. Они идут на 15 месте. Что там в списке бомбардиров? Вернер 10 забитых мячей, а до Стерлинга всего лишь один мяч. Ну, и Лукаку, кстати, тоже приближается. Идет сейчас на 4 месте с 7 забитыми мячами. Ну что же. Челси против Бернели. Дождь на стадионе у нас. Поехали. Итак, Стэнфорд-Бридж. Челси против Бернели. Английская премьер-лига. Поехали. Так, у Вачич через Вернера. Не получилось. А вот здесь Мэйсон Маунт в дальний. И все-таки забивает. Все-таки Челси забивает. Наконец-то 36 минута. Маунт открывает счет в этом матче. И Челси выходит вперед. Руи Диас. Как прошел сейчас. Это вот сейчас очень опасно. У нас столь... Что? Нет. Ну нет. На 85-й минуте пенальти в наши ворота. При счете 1-0. Хотя у нас были явные моменты, чтобы выходить вперед. Не получилось. Но сейчас смотрим, что сделает этот зверь вратарского мастерства. Все-таки угадал. Но поздно прыгнул Кепа. В итоге 1-1. На 85-й минуте Родригес выводит... Сравнивает счет в матче. Челси теряет очки в матче против Бернли. В концовке вот эта пенальти все и изменила. Но по их сжиму мы действительно сейчас будем наигрывать там на победу. У нас были хорошие явные моменты. Мне кажется, Хеннесси может стать игроком сегодняшнего матча. Ну и действительно. На 6 мячей мы наигрывали. Реализация нас подвела. Но я Бернли ровно на 1 мяч. Именно вот с пенальти у них было там 2 удара в матче. Ну что. Лучшим у нас игроком стал Маунт. Он забил гол. Вернер отдал голевую передачу. Ну и естественно Хеннесси там скорее всего 9-9. Сейчас посмотрим. 12 ударов было, 8 в створ и 7 он сделал сейвов. 7 сейвов за матч. Игрок с рейтингом 74. А наш Кепа 5,4 получает. Как и Кристенсен, который скорее всего там и сфалил. Я уже там не помню кто сфалил на самом деле. Но вот как-то так. Ну что же друзья. У нас интересный матч сейчас. Играем против Лестера на выезде. И вот у меня такой момент. Мне скорее всего придется сейчас отыгрывать 3 матча подряд. Первым составом. И против Лестера, и против Ювенцуза, и против Манчестер Юнайтеда. Потому что команды все сильные. Поэтому давайте посмотрим, что из этого в принципе выйдет. Если что буду там кого-то менять, выпускать. То есть чтобы у меня полностью все не вздыхались. Итак, Лестер против Челси. Поехали. Итак, Лестер против Челси. Мы на Кинг Пауэр Стадиум. В прошлом году у нас была карьера за Лестер в проибольшинсокер 21. А вот теперь встречаемся против этой команды за более сильную Челси. И Нголо Канте. Лукаку. Отлично у него получается здесь свои скоростные навыки проявить. Рамел Лукаку. Выводит вперед Челси. Отлично. 1-0. Лукаку забивает восьмой вроде свой мяч в английской премьер-лиге. Ну и выводит нас вперед сегодня. Как многие знаете, это автор забитого мяча в финале Лиги Чемпионов. Лукаку на Жоржиньо. И это 2-0. Без офсайдера, кстати, все было. Поэтому вообще замечательно. У Лукаку гол плюс пас. Но мы уже ведем со счетом 2-0 перед перерывом. Поэтому, скорее всего, какие-то ротационные замены будем производить. Чтобы не устали у нас игроки перед матчем с Ювентусом. Неплохо Жоржиньо. К Лукаку. Супер. Хавертс. Замечательно отыграл. Здесь можно и в дальний пробить. И Хавертс делает еще 3-0. Вот так вот. Один за другим уже пошел мяч в ворота Лестера. И вот сюда. Вернер еще хороший пас отдает на Кай Хавертса. И это 4-0. Еще и Раббоной Хаким Диеш забивает. Ну и вот это вот отличная контратака в стиле Челси. Так и что? Это пенальти очередное. Сейчас посмотрим. Посмотрим на этот момент. Мне очень интересно, что там вообще было. Может мяч вряд ли там в руку он мог попасть. Что? Он сам ногу под меня поставил, даже не нажимал на отбор. В итоге очередное пенальти. Внимание. Нет. И снова мы пропускаем с пенальти. Как и против Бернли. Здесь нас прям в арте действительно развел. Отлично. Вернер отыграл на перехвате. Диеш. Хорошая передача на Тима Вернера. И тот парашютом вот так забивает. Очень странно, конечно, забивает уже 11-й гол в английской премьер-лиге. Ну и сейчас я бы хотел с повтора посмотреть на этот момент. Проходит он Куа Теса. Отлично. И Вернер. Может быть дубль? И это дубль Тима Вернера. Дубль Тима Вернера. 12 мячей уже наколотил Вернер на данную минуту. Ну и если Стерлинг там не забьет, то Вернер выйдет на чистое первое место сейчас. В списках бомбардиров. Так, Диеш неплохо. Очень хорошая передача еще и на Тима Вернера. Ну и все. Здесь надо третий, мне кажется, забивать сразу же. Действительно. Тима Вернера забивает Х3. Счет уже 7-1 в матче против Лестера, да еще и на выезде. Все. Финальный сток. Мне кажется, самая наша разгромная победа за Челси. 7-1 мы обыграли Лестер. На выезде Вернер вышел на замену и за три удара забил три мяча. Хорошая для него статистика, естественно. Ну и по Иксжи мы, естественно, не наиграли. Мы наиграли только на пять мячей. Ну и Лестер на три наиграл. Поэтому вопросов у меня к моей обороне уж точно нет. Всего лишь один пропущенный. И тот с пенальти. Лучшим стал, естественно, Тима Вернер. У него три гола. Лукаку гол плюс две голевые. У Хаверца гол плюс две голевые. И у Зиеша гол плюс две голевые. Канте отдал одну голевую передачу. Жоржини забил один мяч. И мне интересно. Вот Минди 6-8. Чилова 6-5. Так что вот, ну, у Чилова самая низкая оценка получается в команде. 6-5. Ну, в любом случае, это положительно. Ну что же, вот сейчас у нас такая ситуация в Лиге Чемпионов. На одну очку мы отстаем до Ювентуса. И как раз сейчас очная встреча. Желательно обыгрывать и Ювентус, и потом Викторию Пельзень. Вроде дома. Поэтому пойдемте на пресс-конференцию. После матча закончился, ничей 1-1. Вот так, я даже не знаю, что здесь сказать. Сделаем все, что в наших силах действительно. Есть ли шансы у Ювентуса обыграть нашу команду? Но вероятность действительно есть. Так, и мы находимся в прекрасной форме. Так что все, настрой великолепный. Выстроили у команды. Ну и лучший бомбардир сейчас. Это Сергио Гуэра все так же. И Лукаку. 4 забитых у него мяча. Он обогнал Тима Вернера. Ну и пока что сейчас посмотрим, получится ли Лукаку забить на итальянской земле, где он играл за Интер. И показал свой один из лучших футболов в карьере. Бейл, кстати, выступает за Ювентус. Ну, мы вроде это видели или не знаю, не видели, может. Ну вот, какая-то вот такая опять расстановка. Бануччи в центре поля. Минги. Центральный защитник. Делихт. Правый защитник. Очень все странно, но поехали. Ну что же, Ювентус принимает Челси. Первая строчка играет против второй. Сейчас будет действительно борьба за первое место. Предыдущий матч закончился в ничью. 1-1 на Стэнфорд-Бридж. Подсмотрим, как сегодня отыграет Челси. Ну вот, передачу не отдал, но доборолся. И вот здесь можно кайк Хаверца отдавать. Немец. И немец открывает счет. Отлично. 14-ая минута. Челси уже выходит вперед на выезде. Желтая Дебали. Действительно. Канте. Хаверца. Можно в дальний. И можно в дальний. Это 2-0. Мы впервые забиваем Ювентусу. Два мяча. Это замечательно. Я надеюсь, что получится нам сегодня их обыграть. Рикардо Перейра. Канте. И на Лукаку. Но здесь надо забивать. И это 3-0. Лукаку забивает гвоздь в крышку гроба. Неплохо. Ромел Лукаку. Он обратную передачу получает. И в дальний можно. И как сейчас все разыграли. Лукаку делает дубль. Сравнивается с Хаверцем сегодня по забитым мячам. И Ковачич. В этот момент все-таки у него получилось так забить. Пару минут назад он также пытался пробить. Все честные. В итоге поймал этот мяч намерто. Ну а здесь Ковачич шикарно подключился из глубины. Если так можно сказать. И от штанги еще и забивает парашютиком. И все. Финальный цисток. Второй у нас, кстати, такой разгром получился в Лиге Чемпионов подряд. И против Мальмы, и против Ивентуса. 5-0. Замечательно. Аргентина и Ямайка. Где-то включается песня. Ну, что у нас в принципе по матчу. У нас 9 было ударов. У Ювентуса 0. Мы наиграли на 3 мяча. Так что, как-то плохо отыграла оборона сегодня у Ювентуса. Ну, естественно, лучшим стал Лукак. У него дубль плюс 2 голевые. Хавер забил 2 мяча. Канте отдал 2 голевые. Жоржиниум голевую передачу. И Ковачич забил 1 гол. Так, ну и по игрокам, которые были в старте. Ну, вот Перейра 6,7 оценку получил. Ниже всех, ну, в любом случае, плюс. Так, приходит нам сообщение от Чилвола. Благодарит нас за то, что мы ему даем шанс играть в основном составе. Ну, взаимно. Взаимно. И сейчас у нас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Будем играть против Манчестер Юнета. Да еще сейчас можем выйти на чисто первое место в АПЛ. Ну, если, конечно, обыграем. МЮ. Сборная Польши нам предлагает возглавить ее. Мы отклоняем. Ну что же, и пресс-конференция, посвященная матчу. Первой строчке против второй. Итак, начало для нас было не самым удачным. Мы, естественно, сможем выправить ситуацию. Мы сейчас можем выйти из группы Лиги Чемпионов с первого места. Так, Манчестер Юнета нервничает. Я не знаю, команда великолепно наша играла. Ну и в последнее время мы находимся в прекрасной форме. Но не знаю, Бернер ли потеряли с ними очки. Это вот не есть хорошо. Так, кто нас лучше бомбардил? Все-таки Вернер. Так что замечательно. Селлинг все-таки один мяч там забил. В итоге Вернер вышел на первое место с 13 забитыми мячами. Итак, вот они. Вот они эти гранды. Английского футбола на данный момент. Челси против МЮ. Поехали. Итак, Манчестер Юнайтед против Челси. А точнее Челси против Манчестер Юнайтед. Первая строчка, на которой сейчас идет МЮ. против Челси, которые идут на второй. Но отставание может быть сегодня ликвидировано. Потому что и Челси как-то начали терять очки. Но больше ходу набрали, нежели чем Манчестер Юнайтед. МЮ вроде проиграли Манчестер Сити, я так понимаю. Поэтому у них пошла вот такая вот потеря очков, что Челси смогли это отставание ликвидировать. Так, Кришти на Роналду. Опасный момент. Сейчас Роналду практически на выход 1 на 1 и выводит вперед МЮ. Но нам теперь надо отыгрываться. Мы вроде впервые сегодня первыми пропускаем за матч. Задел Манчестер Юнайтеда, но и во-вторых, постараться выйти вперед. Все-таки играем мы дома. Лукаку. Отлично. И можно обратно. И Ромео Лукаку. Отлично. 1-1. Праздновать мы, естественно, не будем. Лукаку играл в Манчестер Юнайтеде, поэтому вот так вот отпразднуем. Ну, сразу же сравняли. Это отлично. Есть время во втором тайме, чтобы забить еще. Ой-ой-ой, там же из Еша сбили, нет? И, ну, посмотрите, как мы сейчас раскатали оборону Манчестера. Уже просто на пустые начали выдавать. Супер. 2-1. Какой хороший сейчас спринт от Люки Шоу. Хорошую передачу на Крещена Роналду он отдает. И Бруно сравнивает еще 2-2. Так что еще ничего не ясно у нас. Так неплохо. Иван Бисака, до свидания сразу. Но только на кого надо отыгрываться Хаверсу сейчас? Да он сам решил пройти и забил. 3-2. Челси снова выходит вперед. Замечательно. Санчо. Накручивает, наверчивает. И что, это пенальти? Ну, вы серьезно? Вот опять же пенальти. И опять в концовке. Ой-ой-ой, Роналду не забил. И снова, кстати, так в притирку он бил. Рядом со штангой. В итоге в штангу-то и попал. Так же, как и... Я не помню, кто у Бернли забил. Все, финальный сысток. Минимальная победа. Челси не забит. И пенальти Крещена Роналду в концовке. Все это было у нас сегодня. Главное это победа. Главное то, что мы еще и вышли. На первое место, на чистое в английской премьер-лиге. Ну, посмотрим. По XG мы наиграли на 5 мячей. MU на 3. Ну, то есть, если бы реализовали пенальти, у них было бы все супер. Это у нас проблемы в реализации. Очень хорошо играла, значит, оборона Манчестера. Но лучшим игроком у нас стал Лукако. Гол плюс пас. У Хавер за гол плюс пас. Голевую отдал с Еш. Гол забил Жорджинью. Худшим игроком здесь Минди и Рюдигер 6.3. Ну, а лучшим игроком в составе MU стал Бруно Фернандеш. У него гол плюс пас. Ну, вот как-то так. Ну, что же, у нас отчет о молодежном составе. Что там по Марвину Ван Дайку? Ну, все. Паренек заканчивает нашу академию, потому что уже потенциал ниже 90 рейтинга. Поэтому все, до свидания. Ну, вот как-то так. У нас теперь никого нет в молодежной академии. Я только вот недавно начал отправлять скаута для поисков молодых рейгенов. Ну, что же. Сейчас на первом месте мы в английской премьер-лиге. На первом месте в группе Лиги Чемпионов. Все у нас замечательно. Так что сервинг здесь, правда, обогнал Вернера. Ребята, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, а с вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok